О чем хочу сказать сегодня? Сегодня второй по значимости и по важности совет, который я услышал в своей жизни. Ну, будет неправда сказать, конечно, что я его услышал, скорее прочел, но совет звучит вот как. И уверяю, что если вы будете придерживаться хотя бы чуть-чуть этого совета, вы достигнете совершенно других вершин, высот, результатов вашей жизни. Что это за совет? Совет звучит так. Всегда превосходите ожидания вашего заказчика. Скажите немножко банально. Да, согласен, немножко банально. Более того, думаю, что все самые важные вещи в мире, они все немножко банальны, а иногда очень банальны. Ну, вот, например, такая фраза. Я тебя люблю. Скажете банальность? Да, банальность. Но ведь важно, согласны. Ладно, вернемся от любви к превосхождению ожиданий. Тут не все так просто. Во-первых, что, наверное, очень непростое, так это понять ожидания. Поймите ожидания вашего руководителя. Что он от вас ожидает в той или иной работе, в той или иной задании, на той или иной должности. Поймите ожидания вашего заказчика. Если вы, например, фрилансер или если вы представляете какую-то фирму, которая предоставляет те или иные услуги. Поймите его ожидания, выясните эти ожидания. Не очень просто. Постарайтесь поговорить об этом напрямую. Самый важный, интересный и уместный здесь проверочный вопрос такой. А как вы видите результат? Как вы видите финальный результат нашего сотрудничества или нашей услуги? Или что вы получите в результате работы с нами? И пусть ваш заказчик, пусть ваш руководитель расскажет, а как он видит этот результат? И потом сделайте больше. Немножко, но больше. Сделайте какую-нибудь такую, знаете, вот вишенку на торте, конфетку. Вам заказали рекламу? Сделайте дополнительную аналитику. Вам заказали какое-то исследование? Сделайте исследование, пусть небольшое, но какого-нибудь смежного проекта или продукта, или рынка, который вы думаете вашему клиенту будет интересен, важен и полезен. А потом, в конце, подчеркните это. Сделайте маленькую рекламу самому себе, когда вы будете презентовать уже этот проект. Скажите, вот смотрите, вот вы мне сказали сделать вот это, и вот я это сделал, и вроде как хорошо. Но, но, я подумал, что для вас будет важно еще и вот это. Я проявил инициативу и сделал, берите бесплатно, просто потому что вы мой любимый клиент. То же самое в разговоре с руководителем. Может быть, руководителю не нужно говорить, ты мой любимый руководитель, но идея та же. И это на самом деле изменит вашу жизнь. Поверьте, отношение людей к вам будет совсем другим, принципиально другим. Потому что никто другой, никто из ваших условных конкурентов по жизни ничего подобного делать не будет, а вы будете.